Музыка Сегодня четвертое занятие по музыкальной грамоте Сегодня мы проверим предыдущие домашние задания Поговорим о новой теме, поговорим о восьмых длительностях и о шестнадцатых И начнем мы с того, что проверим, как у вас получилось сыграть данные ритмические рисунки Чтобы сыграть, нужно помнить, что так выглядит целая нота и она звучит четыре секунды Когда мы играем, мы считаем раз, два, три, четыре Так выглядит половинная нота Что это, что это Они звучат обе по две секунды Это две секунды И это тоже две секунды Так выглядят четвертные ноты И каждая из них звучит по одной секунде Я пишу все время счет до четырех Потом объясню, почему именно до четырех Почему не до трех мы считаем, не до пяти Пока что будем ориентироваться на счет до четырех Получается, что когда мы играем первую ноту, мы про себя считаем раз, два, три, четыре Дальше на раз играем эту ноту, на два у нас ничего нет На три играем эту ноту, на четыре опять пусто На раз играем ноту, на два ноту, на три ноту и на четыре ноту Наша задача просто ровно считать и под этот счет играть ноту ре, которая находится на четвертой струне на гитаре Давайте попробуем, как это будет выглядеть на практике Раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре Еще разок, внимательно следите за нотами И следите за тем, когда я извлекаю тот или иной звук Раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре Это был первый ритмический рисунок Опять же, если у вас что-то не получилось, либо вы сыграли неправильно Попробуйте сыграть вместе со мной, перемотайте видео обратно И я думаю, тогда вы все поймете Давайте посмотрим на второй ритмический рисунок Здесь все то же самое Сначала нам нужно правильно все высчитать Мы здесь видим также половинную ноту Звучит она две секунды Видим четвертную, две штуки, каждая из которых звучит по одной секунде Видим целую ноту, опять же, она звучит четыре секунды Опять две четвертные, каждая по одной секунде И в конце одна половина Значит, у нас на раз и два звучит первая нота На три эта нота На четыре эта нота Дальше опять на раз, два, три, четыре Будет звучать эта нота Нота соль И дальше эта нота на раз, эта на два, эта на три, четыре Потому что эта половинка должна занимать две секунды Я начинаю с первой ноты Она половинная, она звучит две секунды Поэтому я играю третью струну и жду Раз, два Дальше две четвертные ноты Каждая из которых звучит по одной секунде Поэтому я считаю три, четыре И на каждый счет играю по одной ноте Три, четыре Дальше целая нота Она уже звучит четыре секунды Поэтому я играю одну ноту, а про себя считаю Раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре Две ноты в новом такте Они опять четвертные и звучат по одной секунде Поэтому раз, два На три мы играем половинку Три, четыре Она еще продолжает звучать Теперь весь ритмический рисунок без остановок Раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре Еще раз Я играю, а вы следите за этими нотками Где, какую ноту и когда я играю Также обратите внимание на то, что считаю я ровно То есть я не считаю где-то быстрее, где-то медленнее Весь счет должен идти ровно Как будто у вас тикают часы Раз, два, три, четыре 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 Удобнее всего положить перед собой эти ритмические рисунки смотреть на них и, прям как будто бы вы читаете книгу, да, но уже читаете по нотам, играть сразу на инструменте. Смотрите и играете. И считаете. Я вам советую считать не при себе, а все-таки вслух. Так чувство ритма, оно будет тренироваться гораздо лучше. Следующее домашнее задание, которое связано тоже с ритмическими рисунками, заключалось в том, что вам нужно было написать свои собственные ритмические рисунки и попробовать их сыграть. У нас были определенные критерии по тому, как нужно записывать ноты, как нужно разделять такты. И сейчас мы еще раз посмотрим, как правильно это делается. У нас такты разделяются такими чертами. И получается, что в одном такте должно в сумме помещаться 4 счета. Или весь такт в сумме по всем нотам, по всем длительностям должен звучать 4 секунды. Что это значит? Давайте посмотрим. Например, у нас есть первая нота Ре. Сколько она звучит? Она звучит 4 секунды. Значит, этот такт правильный. Дальше. Здесь у нас получаются две ноты Ре, две половинки, каждая из которых звучит по 2 секунды. 2 секунды плюс еще 2 секунды. В сумме получается опять 4 секунды. Здесь 4 и здесь 4 секунды. То есть как раз как и должно быть. Поэтому этот такт тоже верный. Раз, два, три, четыре. Но здесь очевидно, что в сумме получается как раз тоже 4 секунды. Если бы вдруг мы, допустим, во втором такте подписали бы еще одну ноту, даже вот неважно какую половинку, еще одну, либо четвертную, либо целую, это бы уже было неправильно. Потому что здесь у нас получается 2 плюс 2 и плюс еще 1. То есть в итоге 5 секунд. А в одном такте, вот по этим границам, у нас должно помещаться не более 4 секунд. В примере ниже то же самое. Эта нота звучит 2 секунды. Это одно и это одно. 2 плюс 1 плюс 1. В сумме опять получается 4. 4 секунды и это верный такт. Правильно. Здесь получается опять целая нота. Она тоже звучит 4 секунды, поэтому этот такт верный. Здесь также 2 четверти. Значит раз секунда, два секунда и одна половинка. Еще 2 секунды. 1 плюс 1 плюс 2 равно опять 4 секунды. И этот такт тоже верный. Если вы пробовали записывать эти ритмические рисунки в программе Guitar Pro 6, а некоторые из вас присылали именно в этом формате свои файлы, то Guitar Pro 6, если вдруг какая-то ошибка в такте, то есть там либо не хватает секунд, либо там больше секунд, чем нужно, он делает эти такты красными. И это говорит о том, что такт с ошибкой. Значит где-то нужно длительность сделать больше, либо где-то меньше, чтобы в сумме у нас получалось 4 секунды. Давайте мы сейчас попробуем написать еще один ритмический рисунок для практики и попробуем сделать его правильно. Как всегда, мы рисуем сначала нотный стан. 5 линий, которые считаются снизу вверх. Первая, вторая линия, третья линия, четвертая и пятая. Если у вас сейчас под рукой есть ручка и листок, или вы еще лучше карандаш и листок, я вам советую взять и делать вместе со мной. Итак, нотный стан. Первая линия, это пятая. Теперь рисуем скрипичный ключ, который своим битком охватывает вторую линию. Теперь наша задача на рисовать ритмический рисунок и чтобы в каждом такте у нас в сумме получалось по 4 счета, ну или по 4 секунды. Давайте сначала просто разграничим такты на 3 приблизительно равных отрезка. И теперь, какие у нас сочетания могут быть вообще, для того, чтобы получить в сумме 4 секунды. Мы можем написать, например, одну половинку, да, и две четверти. Либо две четверти и одну половинку. Например, рисунок может выглядеть так. Мы рисуем четверть, затем рисуем половинку и затем еще одну четверть. Давайте здесь посмотрим. У нас получается 1 секунда плюс 2 секунды. 3 секунды и плюс еще 1 секунда. В итоге получается 4 секунды. Как раз то, что нам нужно. 1 секунда, здесь получается 2, 3, а вот это нота приходится на счет 4. Обратите внимание, что счет у нас опять до 4. То есть мы не считаем 1, 1, 2, 1. Нам нужно считать именно до 4. И уже под каждый счет получается подписывается та или иная нота. Можно попробовать даже сначала написать счет. Давайте напишем в гейммаркер. Опять счет до 4. 1, 2, 3 и 4. И теперь здесь подпишем просто соответствующие ноты. На самом деле вариантов опять же не так много, потому что пока что мы знаем только 3 длительности, целую половинку и четвертную. Поэтому давайте напишем опять, что у нас есть половинка и есть 2 четвертных ноты. Получается, что половинка звучит 2 секунды плюс еще одна секунда, плюс еще одна секунда. То есть в сумме опять 4 секунды. Если нам нужно было бы сыграть все вот эти ноты подряд, давайте к конце еще допишем целую ноту. Пусть она будет как окончание в этом ритмическом рисунке. И она звучит 4 секунды подряд. Это целая нота. Мы вспоминаем, что данная нота называется нота ре. Это четвертая открытая струна. И на нотном стане эта нота находится под первой линией. Все это у нас ноты ре. Давайте сыграем их на гитаре. Итак, я играю. Вы внимательно слушайте и смотрите на ритмический рисунок. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Стоп. Сейчас все длительности у нас были выдержаны правильно. Эта нота звучала одну секунду, это две секунды, это одно, две. Из этих каждая звучала по одной секунде. И в конце нота ре целая звучала уже 4 секунды. Надеюсь, вам здесь все понятно. И опять же, если непонятно, не стесняйтесь, вы можете писать в комментариях либо лично мне сообщение, либо звонить в скайпе. И обязательно все разберем, все еще раз это объясним. Теперь наша задача была сыграть и записать перебор. Пятое, третье, вторая, третье. Первое, третье, вторая, третье. Пятое, третье, вторая, третье. Первое, третье, вторая, третье. И потом такой же перебор, но уже начиная с шестой струны. Шестая, третья, вторая, третья. Первая, третья, вторая, третья. Как записываются два этих перебора? Пятой струне соответствует нота ля, которая записывается на второй добавочной линии снизу. Дальше у нас идет третья струна, это нота соль. Вторая нота си, опять третья соль. Дальше мы играли первую струну, опять третью, вторую и третью. И в результате мы получаем ля, соль, си, соль, ми, соль, си, соль. То есть так же, как мы играли на гитаре. Теперь весь этот перебор на самом деле повторяется еще раз. В предыдущем уроке мы играли с четвертой струны, теперь мы сыграли с пятой струны, теперь все то же самое, но начинать будем уже с шестой струны. Шестая струна записывается по третьей добавочной линии снизу. Вот она. Здесь мы начинали с ноты ля, здесь начинали с ноты ми. И дальше все то же самое. Третья, вторая, третья. Первая, третья, вторая, третья. Все, конец там. Итак, здесь у нас была пятая струна, здесь третья, вторая, третья. Здесь первая, дальше опять третья, вторая, третья. Здесь была шестая струна. Вот, собственно, и все. Довольно-таки простое задание. Надеюсь, вы справились и записали все как нужно. Здесь мы просто рисуем овалы, закрашены, не закрашены, сейчас пока что не имеет значения. Мы сейчас как раз поговорим о тех длительностях, с помощью которых записывается этот перебор. Это восьмые длительности, и как вы думаете, почему? Продолжение следует...